Всем привет, с вами Конор, и сегодня, короче, вот у нас видос, естественно, обзор по Омпси 2. А, такой замечательный автобус, который ездит по абсолютно везде, по всей России. Знакомьтесь, паз Vectra Next, да. Ну, который был сделан вместе с газиком, если так сказать. Поэтому, будет у нас такой вот обзор на этот автобус, я на нём не один раз ездил уже, знаем, вообще, это сам автобус, блин, особенно, когда едешь с пассажиром, всё такое, всё то, всё другое. У него обычно, наверное, начинает там забиваться прямо целая куча людей там, короче, и так далее. Короче, весело в этом автобусе, если так вам сказать. Особенно, если ездить на нём в тех по 7 маршруту, если, к примеру, говорить про Тулу. Но, если про остальные города, то я хрен его знаю, как вообще всё действует. Вот, скоро помощь выезжает. Ну, что сказать по внешнему виду данного автобуса. Выглядит, да он, конечно, неплохо так, прикольно так выглядит, но... Сам немножко, он немножко тесноватый, если так сказать, как-то вот на... Как тот пазик его странно сделали, особенно вот этот проход. Этот проход, конечно, немножко тесноватый, блин, но... Особенно там неудобно то, что вот эти места обычно, блин, все заняты, и потом вот тут стоишь, как этот, блин, как хер пойми кто. Ну, это именно версия-то, именно вот такая, данного автобуса. Если так посмотреть, да, тут у нас просто три ещё, ещё, ещё сзади там сиденья, и тут сиденья. Хотя сделано это всё так, как будто всё... Блин, ну, как-то тесновато они это всё сделали. Вот, в натуре. Ну, видимо, нашу вот... Видимо, как сделали, так и сделали. Да нищий тут, конечно, такое. Всё то, всё другое. Жопа именно вот такая у этого автобуса. Вектор Next. Да, типа новый автобус-пазик, но почему-то у него немножко получился тесноватым. Да. Поэтому вот так вот. Вот, если кто-то, многие катались на этом автобусе или катаются до сих пор, ставьте лайк. Ну, или напишите комментарии. Если кому как угодно. Естественно, у этого автобуса находится двигатель тут, внутри самого данного автобуса. Как и, в принципе, и в тех старых пазиках. Дверь у нас, кстати, открывается вот так вот, с помощью даже кнопки вот. И вот это тоже открывается. Только потом она фиг закрывается. Хм. Поэтому придётся вот так и закрывать. Ну, что могу сказать изнутри. Изнутри, конечно, наверное, как я говорил, выглядит довольно тесновато и неудобно. Так, а открываются ли у нас вообще люки? Нет. Не открываются. Значит, придётся подкрывать фортки для того, чтобы людям было тут хорошо. Так, сейчас тут облачно. Как говорится. Вот так пускай будет открыто всё. Да, тут у нас ещё вот это сиденье есть переднее. Хотя впереди так довольно неплохо, конечно, сидеть. Но всё равно как-то сделали немножко тесновато всё. Всё как-то они втиснули, втиснули и всё. Да. Извиняюсь за сего-то свою. Просто в натуре как-то тесновато они это всё сделали, в этом автобусе. Вот так откроем фортку и всё. Так, садимся за руль. Ну, что могу сказать именно тут? Ну, механика. Ручник. Ну, естественно, тут кнопки. Всё это, всё то. Всё другое. Руль газовский. Как видите, вращается. Так вот. Нормально. Дверь у нас, которая открывается тут. И так же закрывается, только без звука. Почему-то. Это, кстати, странно очень. Так, это кнопки у нас всякие. Угу. А бардачка, конечно, тут нас нету. Тут нас лежат билеты, день. Ну, хотя бы что-то денег нет. А, вот. Тут билет по 18 рублей. Как-то так. Ну, а на. Вернёмся тогда. А, стоп. Так же у нас тут нету вообще никакого там, не знаю, от солнца. Вот, реально нету козырька. Вот это, кстати, хреново. Ну, ладно, вернёмся тогда, когда уже поставили маршрут и так далее. И да, кстати, едем по городу Южный. Поэтому не переключайтесь. Так, как говорится, всё я настроил. Всё так, как нужно. Так, время сейчас только 14.30. Это нормально. Вот, 95-й ТЦ перекрёсток. Это у нас конечная. Ну что, давайте заведём тогда автобус. Он дозаводится у нас так. Нажимаем на эту кнопку. Главное, чтобы была нейтралка. И вот так вот. Всё. Он завёз. Вот так вот у нас он шумит. Да. Вот такой вот звук этого автобуса. Двигатель, наверное, дизельный. Походу, делаю. Короче, сейчас будет небольшая пауза. Так, ну что сказать вот по данному звуку данного автобуса. Ну, вроде так он неплохо так работает. Так, освещение у нас работает, как видите. Ну, оно пока... Хотя, можем пока сделать такое вот освещение. Пускай светит. Как говорится. Так, сколько у нас там по времени остаётся? 32 минуты. А отправление 47 минут. Угу. Так. Ну что могу сказать, что? Работают тут, конечно, ещё поворотники. Конечно. Конечно, вот здесь она ни хрена ничего тут у нас не работает. А вот поворотники тут работают. Так, это у нас правая. Видите, как вот работает всё везде. Моделька, скорее всего, взята из МТА провинции. Если так можем посмотреть. Или хрен его знает откуда. Ну, короче, откуда-то взята. Откуда-то взята. Если так сказать. Так, вырубаем поворотник. Ну, дверь, естественно, я открывать не буду, потому что вы и так видели, что они открываются всё-таки у нас. Тут у нас работает также печечка. Вот печка. У нас тут работает. Давайте печку тогда включим. Хотя, нахрена нужна она? Печка-то. Если и так сейчас лето. И не холодно, ни хрена. Так, сколько у нас там время? 34 минуты. Короче, встретимся тогда, когда уже настанет время отправления. Поэтому не переключайтесь. Так, ну что ж, время у нас настало. Убираем ручник. На отправление. Первой передачи. Да, шумит он, конечно, не слабо так. Садитесь, пассажиры. Да-да-да. Даро-даро. Да, скорее всего, в городе Южном они, наверное, впервые будут видеть этот автобус. Ну, наверное, да. Нормально всё. Так, сейчас, в какую же сторону мне надо ехать? Ну, точно не туда, а, наверное, сюда. Угу. Ну, как он? Блин, шумит он, конечно, с жопы как. Он, кстати, реально очень шумный, этот автобус. Поэтому придётся потерпеть. Так. Так, ожидаем, короче, наш сигнал. О, Жигуленок сзади там стоит. Кстати, вот на этом пазике, вот реально, я вот катался, блин, честно... Немножко он... Неудобный этот автобус, блин, вот реально... Всё время, когда он начинает, ну, поворачивать, блин, всё время куда-то тебя несёт, нафиг. И всё. Как-то так. О. Хех. Здоров, здоров. Здоров, здоров. Немножко так подразгонимся. Ну, кстати, вот по управлению он такой неплохой. Кхм-кхм. Так. Бывает. Дверь, конечно, еле открывается. Ну, шо сказать, российское производство. Ну, ладно. Шо есть, то есть. Так. В разгончик так возьмём-ка. Кхм-кхм. Кхм-кхм. Так, а вот ещё один наш... Наша сновочка. И вот ещё народ. Да, как видите, люди вот так вот стоят. И сидят. Только места, конечно, не особо-то. Они прям подзабили. Ну, всё же, что есть, то есть. Нормально. Да, кстати, в этом автобусе иногда чуть-чуть так поддёргивает. Особенно, когда он начинает трогаться. Я сам по себе это знаю, потому что я на нём сидел. И в виде пассажира всё время именно ощущал вот эти дёрганья этого пазика. Так, нормально всё. Так, садитесь. Так, немножко Сбавим скорость. Давай-ка Поднаберём скорость. Так, надо стараться больше скорость не набирать. Вот так вот, кстати, обычно они быстро ездят. На этих пазиках. Только охреневаешь потом после этой поездки. Даже очень сильно охреневаешь. Потому что когда ездишь на этом пазике. Да, и люди могут так же выходить. Здравствуйте. Вот, как видите, как он весь забитый. Ну, конечно, не весь прям. Потому что не все же люди там сели. Некоторые там привыкли стоять на этом автобусе. Давай. Так, вот прибавим скорость. Так, смысл, так нет прибавлять скорость. Так, что так будет сейчас остановка. Нормально. Нормально. Так. Рада приветствовать вас. Здравствуйте. Здорово. Ну, кстати, вот так проще управлять, чем, к примеру, обычный старый пазик. Вот, по натуре. Да, что-то, кстати, стримов уже давно не было. Ну, не знаю. Может быть, когда будет время, тогда я сделаю стрим. Так. О, тут уже бабка уже тут выходит. Приветствую. Забавно. Так, тут у нас вот красный тут горит, копеечка едет. Ну, хватит так. Давай. Да, это был, конечно, опасно, но ничего страшного. Эй, ты там, не милый. Так. Пассажиров, конечно, то вылезают, то они остаются тут. Терпят, как говорится, все мужчины свои именно в вождении данного автобуса. Ну, такой автобус. Так, едем прямо и без всяких тормозов. Так, это не моя остановка. Ожидаем, как говорится. Нормально. Немножко так возьмем-ка в разгончик, так и все. А вот, кстати, конечное. Угу. Ну, шо ж, ребят. А, да, кстати, фары. Я зову, конечно, про фары. Вот, кстати, фары. Да, без фары я ездил. Ну, а ничего страшного, как говорится. Поэтому, ну, шо ж сказать. На этом все. Спасибо вам огромное за просмотр. Не забудь поставить палец вверх, подписаться на канал, естественно. С вами был, конечно, ну, да, там ссылка в описании, там, короче, еще есть, там, комменты пишите, там, и так далее, если кому что надо. Поэтому всем пока. Удачи. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok